всем привет вы на канале сельхоз переделки на сегодня у нас 29 августа 2016 года и мы продолжаем наш так называемый еженедельник жизни наших страусов прошло получается 18 дней с момента выхода первого выпуска из знакомства со страусами в общем ссылочку на первую часть видео вы можете увидеть подсказки верхней части экрана или же не забываю на упомянуть всем кто смотрит нас мобильных устройств все полезные ссылки которых я буду говорить будут обязательно продублированы в описании под видео поэтому не забывайте в общем прошло 18 дней как и упоминалось ранее сейчас мы с вами находимся на улице как вы увидели уже пока что тепло у нас в августе месяце естественно дождей так не единственного не было находимся мы с вами таком самодельном вольерчики выгульном так сказать мы их выгоняем сюда на день он имеет следующую площадь вот здесь по центру ширину по центру вольера он имеет ширину 6 метров и длину тоже 6 метров ну грубо говоря можно считать что здесь квадратов 30 чистых есть а то и более потому как почему вот там вот внизу он немножко идет на сужение поэтому он там естественно видно что поменьше на метра 4 ширина но сделаем это для того чтобы они не сутками там сидели да в этом вольер щеки которые вы помните еще по первому видео потому как они значительно выросли как вы видите я думаю кто смотрел первую часть вы видите что размер естественно их уже отличается за эти 18 дней вот так вот в этом видео мы затронем как я обещал ранее мы немножко уже вышли на кое-какой рацион их до кормления там и прочее прочее как видите вы можете наблюдать пока что я рассказываю очень наблюдать о их жизнедеятельности чем они занимаются вообще не стеснительные птицы если на то пошло чем говорится заниматься здесь без людей я думаю тем занимается и сейчас значит что касательно рациона ну естественно вода же муж вода говорится по потребности насколько без без говорится без ограничений естественно трава в данном случае сейчас я покажу данном случае такая вот измельченная но это секатором посеченная давай этот фокус наведи вот секатором посеченная люцерночка как видите она уже но не некоторая зацветать уже пошла но такими вот фракциями грубо говоря по пару сантиметров как видите палочки но с листочками где-то без листочков вот это все дело тоже получается это все дело вдоволь также вот такую фракцию такую форму имеет их корм который мы им готовим здесь очень достаточно много говорится ингредиентов о которых сейчас я вам и поведаю это повторяюсь мы может быть конечно не может а сто процентов кто-то по-другому кормит кто-то еще как-то да ну мы перечитали тоже несколько сайтов как бы и с этим делом вот вышли к данной лица дозировки корма но сейчас я поподробнее о нем расскажу вот как и вспоминалось сидят они здесь только днем бегают развлекаются вот теперь перейдем кормам не забудем сразу начнем с одной из таких главных вещей это вот вот эти вот камешки гравий как видите им его нужно насыпать сколько там столовую ложку раз в неделю по столовой ложке на четырех на четверых дальше ну помню если буду забывать скажу что видео мы ведем речь о 4 4 особях то есть рассчитываем все на четверых ну естественно легким математическим способом можно понять сколько будет на 1 допустим вот вот такие вот камешки как видите фракция самая большая получается если брать от но хоть обычного взрослого человека на наш ну хоть и на большом ну вот какой у страуса еще и вот пол их него ноготка вот так то и так говорится студия ассистент да или оператор или я ну ладно вот пусть будет так что получается пол ногтя страуса по размерам не ногти ему им секите на размер это как мерка будет вам это выброс так теперь ну пока подавай общий план а я сейчас расскажу поподробнее о кормах теперь кому это интересно более-менее да или кто-то может интересуется интересуется поподробнее сейчас я вам расскажу в общем если мы берем расчет на 10 килограмм корма который состоит из 3 килограмм кукурузы с трех килограмм пшеницы килограмма ячменя полутора килограмм овеса обса точнее так 500 граммов соевого шрота и килограмм макухи обычно ну то есть то что с подсолнуха макуха неважно там с гранулах или в кругах я так понял это неважно нам нужно на эту всю на это все дело до добавить мясокосной муки рыбной муки кальция мела по 3 грамма каждого на вот эти 10 килограммов по 3 грамма каждого от этого то есть мясокосной рыбной кальция мела по 3 грамма каждого из этих наименований и потом добавка акселера акселерационная для птицы по рецепту то есть там на добавке написано по рецепту на одну голову потом дрожжи кормовые не путать с дрожжами говорится как кухонные пищевыми до дрожжи кормовые тоже 3 грамма это на 10 килограммов все дела идет так сухое молоко тоже 3 грамма и все да да этот рацион используется до возрасте до трех месяцев также есть у меня где-то по моему была у нас ссылочка на сайт еще оставалось где мы эти этот где мы этот рацион чеки добывали я скину ее тоже в описании под видео то есть пока сайт будет работать все желающие могут ознакомиться там интересные статьи написаны там на разный возраст кормления их не только то есть до трех месяцев а более и дальше вот что мы можем делать дальше как всегда ну естественно мы приготовились так же чтобы их и взвесить сделать контрольное взвешивание как вы помните кто смотрел опять же первую часть тогда мы взяли принципе одного из толпы ну принципе такого средненького вроде бы и он весил кило 800 сейчас же комитет они немножко вот стали отличаться вот самый большой страус лоном по над забором вот вот тут нужно в углу стоит да вот он самый большой потом их как видите вот такой средний отпошел вперед вот это вот остался усыпь осталась немножко поменьше и вот это вот но это не самая маленькая оск inward она тоже такая, ну вот, самая маленькая, это получается вот так. Как видите, они начали, ну, немножко как бы разными, да, быть, кто-то больше растет, кто-то меньше. Также, к слову, еще пока что, пока вспомнил, насчет кормов. Значит, на эти четыре головы по, говорится, по этому сайту, по литературке, которая там использована, на этом сайте, положено до полутора килограммов вот этого корма в день. Мы давали так, но наши съедают только около килограмма. То есть, ну, не знаю, чем это может вызвано, конечно, ну, около килограмма. Они не справляются с полной нормой, поэтому мы пока что их кормим. Получается, как бы, чуть-чуть ниже нормы. Ну, что сделать, если они не выедают? Что с ним сделаешь? Вот так вот. Так, что, можем весить, да, давайте. Не, 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 ничего. Мы, в принципе, все приготовились в этот раз. Тенет, сейчас пойдемте. Ну, как видите, веса у нас те же, но коробочка уже побольше. Потому что мы их за кадром, естественно, проверяли. Сейчас, сейчас. Не могу уже, криво. За кадром проверяли, естественно, вес, и поэтому коробочка, пришлось побольше брать коробочку, потому что они же сами поболее. Так, Тара, нулина, что, возьмем, думаю, самого большого для интереса, да? Ну, вот он, получается, в углу, да? Ну, да, вот он, да, здоровый? Ну, да, ну, куда я попробую? Не, вот этот такой. Вот это, да? Вот это, да? Попробуй, сейчас покажет, что он. Как видите, степень оперения встает немножко поболее. Тихо-тихо, они это, не убегают. Таких вот перешек маленьких, как будто похожие на иголочки ежика, встает немножко поменьше. Нитки набирают, в общем, перо. И вот. Ну, вся, 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 вся. Оп, сел, смотри, прикольно. Так, руки вот мои, видите, обе. То есть, я не давлю, дай общий план. Вот, никто ее не троит нам, не смысл, что там? 4100, 4100, 200. Ну, грубо говоря, 4200. Туда-сюда. Это, получается, у нас, наверное, самый большой, таким мы его и взяли. Он самый маленький, вот, бежит до угла. Вот осил. Вот, видите, самый тот же маленький особь. Да, мы не можем их назвать сейчас женского пола, мужского пола, потому что непонятно особи мы их будем называть. В этой особи немножко перья побольше. Может быть, они, получается, может, они младше. А можно, да, на 9, может. Да, несколько дней. Ну, я это сколько было бы, да, да, да. Может быть, да. В принципе, вот, сказали, родилась теория, что, может быть, они просто немножко младше, чем этот. Руку бы. Да, уберу. 2 900, да? Да. Да, 2 900. Ну, руки, естественно, я тоже ж не давлю, и все. Может быть, да, действительно, друзья, может быть, родилась тоже, что такая теория, может быть, они немножко младше. Ну, так же, как и поросят бывает. Мы им саживаем, да, всех месячных, там кто-то на неделю младших. Они на неделю, мой день, два, три, они же за 18 дней, как выросли. Да, если там день, два, три, вот тебе. Ну, в принципе, как видите, за 18 дней, получается, были они 1 800 средний, ну, пусть даже тот больше, вот самый большой, вот этот он и есть, да? Вот он, вот он. Да, я бачу. Пусть он даже самый большой, пусть он тогда был даже 2 с чем-то килограмма, даже, если мы не его свесили, но все равно 4 200 и даже 2 килограмма, пусть даже, ну, в среднем 2 килограмма набрать за 18 дней, ну, в принципе, неплохо. Ну, кстати, мой промах, тот, что я забыл узнать, и сколько, по книжке, сколько они должны, типа, в сутки набирать. Это мой промах, думаю, в следующем видео мы его, говорится, исправим. Как я вам говорил, мы же знакомимся с ними, грубо говоря, уже конкретно вместе с вами в первый раз. Ну, как, в первый там когда-то держали, но они быстро у нас, ну, не захотели жить, в общем. Вот. И поэтому всего, конечно же, не упомнишь. Ну, так, вроде бы все, да? Да. Ну, на ночь, на ночь мы их садим уже, ночи, правда, у нас холодные, на ночь мы их, получается, садим уже в коровник, ну, там, где, ну, грубо говоря, в свинарник, да, такой вольерчик. Вольерчик, там он площадью, получается, где-то 2 на 3. 2 на 3, где-то, да? 2 на 3, ну, примерно 6 квадратов, получается, ну, на ночь. Ну, они за день, когда мы их заносим, мы их носим еще в руках, когда мы их заносим, они в вольере сядут и сидят, все, видать, они за день сколько набегаются тут, что энергии у них там побегать по кругу еще нет. Так что вот так вот, друзья. Ну, в принципе, вроде бы все, да? Ну, да. В принципе, про корм, про развитие, ну, растут, кажется, неплохо. Подстилем, скажем, в сеном. А, ну, подстилку, там, в том вольере, используем сено, это там, что там? Ячмень. Ячмень. А ячменем? Ну, ячменем. Тот, что мы косили. Молодой. Молодой первым в этом году. Видео можете глянуть, тоже, кому интересно, ссылочки и в описании, и сейчас выскочит ссылочка тоже на это видео. То есть, на канале, как я говорила, не только про страусов, очень, достаточно много тем открывается. В общем, так, друзья. Думаю, на этой, говорится, ноте можно и попрощаться уже. Если что-то не упомнили, мы обязательно сделаем ноту на этом, в следующем видео, потому как, вроде бы, пишешь там себе наброски, что рассказывать, но все равно что-то уходит из головы, потому что мы же непрофессиональные, говорится, актеры там и прочее, и прочее. Все, друзья, вы были на канале Сельхозпеределкин. Повторяюсь опять, что все ссылки полезные в описании под видео. Не ленитесь туда и заходите, вы найдете там немало полезной информации для себя. А на этом будем прощаться. Пока.